Пожилая женщина есть в интернете. Пожилых мальчиках еще. Ой господи, да тут их мало. В основном они пида и так далее. Не ругайся, не ругайся. Не ругайся при пожилой женщине. Я не ругаюсь, поэтому сделал как пробел. Стараюсь не ругаться. Правильно делаешь. У меня просто теща ваших возрастов, а там ругаться не получается. Теща очень злая. Да, не я. Видимо, зять у вашей тещи косячит. Не-не-не, зять работает на трех работах. А где? Зять очень... Что? На каких? Первым охранником в школе, вторых, вот, пожалуйста. А что это? Контрактник. Служу. А как ты успеваешь? И охранником работать, и служить? И еще третья работаешь? Ну, а третья шабашки. То есть шпаклюю, крашу, обои клею. Где как? Где плитку ложу? Дождь, а ты служишь как карабинер или как у вас называется армия? Карабинер? Нет. Как армия? Российский МС. Миротворческие силы России. А, ты из Приднестровья? Да. Да ладно, вы первая, которая узнала, что я с Приднестровья. Не, ну как? Я знаю, что контрактики служат, как бы, это российская, там армия стоит, ну, в смысле, миротворцы российские, да? Да, да. Чего вы поняли, что Россия? Почему все говорят, что Молдова, а вы в России? Ой, вы в Приднестровье. Потому что в этих миротворческих силах служат только Приднестровцы, люди, которые в Приднестровье живут. Так, а вы знаете, что такое Приднестровье, где это находится? Да ладно. Тирасполь, Дубасары, Рыбница, Каменка, Бендеры. Все, больше не помню. Слободзея, Григориополь. Точно. Это самые большие города, ну, в Приднестровье. У меня просто бабушка моя с Рашково, Каменский район. С Рашково? А, это село? Ну, Каменский район. Я понял, понял. Возле Мездорыбницы и Каменский район. Да знаю я это где, ради бога, я живу здесь уже 25 лет, обкатался в Приднестровье. А тут реально есть себе мужа или просто пообщаться с кем-нибудь? Да, я пощутила, господи, конечно, пообщаться просто. А ты это самое, вообще сам, ну, там родился, Приднестровье или приехал? Да, да, с Дубасарья тут и родился. Был в Москве, но переехал сюда обратно, потому что бабушки было плохо, она умерла, так я тут и остался. Можно идти один в Розовом? Что? Вот смотри, как вы видите дальнейшую вот судьбу Приднестровья? А будете вы объединяться с Молдовой или что? Или как вообще? Нет, нет. Ну а если автономию вам дадут там как-то? Нет, нет. А почему? К России тянемся. Ну а как это сделать вообще реально? Там же Украина между вами, границ нет общих, ничего нет. А Украина считает тут какое-нибудь враждебное по отношению к вам уже государственному. Я не помню какую часть, но вот в России есть часть какая-то, которая вообще окружена другими странами. Калининград. Калининградская область. Вот. Вот так будет и Приднестровье. У нас выборы, когда вот в России выборы, у нас тоже голосуют. У нас тоже есть пункты, которые голосуют за Россию. А с какими вы паспортами? Какие у вас паспорта там в Приднестровье? Ну вот кроме Приднестровьких. У нас три, вообще четыре паспорта, как, четыре, если считать с Приднестровским. А так российский, молдавский и украинский. У нас три официальных языка. Русский, молдавский и украинский. Я не знаю. А украинские паспорта до сих пор, да, вы раздают? Нет. Украинские дают на Украине, молдавские в Молдове. У нас тут только Приднестровские. Я знаю, но до сих пор вы с приднестровскими документами едете в Украину, и там получается украинский паспорт, да? Нет, уже нет. А они уже перекрыли, да? Да, и только Молдова, но сейчас нам еще сделали, что мы можем получить и российский здесь. А с какого года Украина перестала вам давать Паспорта? Сейчас скажу точно. Года три назад, если быть точным. Это четырнадцать. Года три назад, и вот россияне все. А и стали россияне больше давать, да? Российские паспорта стали. Как? У нас вот, если знаете, у нас в девяносто втором была война. Ну, конечно. Я очень хорошо знаю. Ну вот, у нас война была. И россияне до девяносто второго, то есть российские делали вообще похер кому. То есть, если у тебя нет гражданства, делают всем. Если нет, то есть гражданства Молдовы и Украины, только Преустровское гражданство, делают всем российские. После девяносто второго нельзя. Вот я девяносто седьмого, мне нельзя. Ну, а сейчас сделали, ты можешь иметь два гражданства. Гражданство Молдовы и российское. Ну, это я знаю. Слушай, а как ты думаешь, почему за столько лет Россия не признала вас, ну, как-то не забрала? Даже понятия не имею, я не лезу в... Как? Я не люблю вообще вот эти депутатские разборки, что они там хотят. Я живу, живу. Работаю, работаю. Я больше ничем не интересуюсь, мне все равно. Ну, я так понимаю, что вы все-таки хотите, да, чтобы Россия вас признала, забрала? Я дал. Я за Россию. Ну, а в твоем окружении люди что говорят? Тоже за Россию. Вот все ребята хотят, и вот тут у меня большинство, вот у них российские паспорта. Они, что ниху не делаешь, украинские или молдавские, они говорят, зачем? У меня есть российские, я хочу в Россию, уеду и там не буду жить. Большая страна сильная, работа всегда есть, жить проще. Слушай, а вот как ты себе вот, ну, представляешь, ну, а если действительно Молдавия вам даст, там, автономию, там, все, все фигни. Я уеду, я уеду. Я бросаю службу, я уезжаю в Россию. Во-первых, если это будет автономное, то здесь расформируют российскую армию. Это во-первых. Это россиян здесь не будет. А если россиян не будет, я тоже уезжаю. Я не хочу быть с Молдовой, потому что там вообще Молдова называют нас сепаратистами. До сих пор. Я даже не знаю, что обозначает это слово, если честно. Но сепаратисты это сепарация от слова отделение. До сих пор, ну как, не знал, что это за слово, но оно некрасиво, мне не нравится. Хотя есть знакомые с Молдовы, это, но скажут воевать, я пойду. Я буду стрелять против Молдовы. Потому что в Молдове закрыли русские школы, закрыли все. И хотят, и Молдова, кстати, хочет присоединиться к Румынии, если вы знали. У них были агитации, все, вот по новостям показывали, они хотят к Румынии. Разницу чувствуете, да? А если они присоединятся к Румынии, у них будет официальный язык румынский, а не молдавский. У них уже молдавский, у них уже румынский, у них не называется молдавский, их называется румынский язык. Но они пишут на латинице. Не на латинице, а... На латинице, правильно, правильно. На латинице, да? Ну, как английскими буквами. А у вас до сих пор молдавский на кириллице, да? Да. То есть у нас молдавский, русский, украинский, все на кириллице. Ну, мне в Приднестровье получше будет, чем в Молдове. У нас, сами знаете, какая коммуналка. 300-400 рублей. А если присоединиться к Молдове, это выйдет полторы-две тысячи лей. Слушай, а какой курс ваших рублей к лею? Один к одному. То есть у вас 300-300 рублей коммуналка, да? Там 0,97. Ну, почти один к одному. Так что разница, у них зарплаты по 9 тысяч, но у них коммуналка по 2, по 3 тысячи, по 4 у некоторых. И, если честно, зимой вот эти ближние, которые села и города, даже с Кишинева, переезжают, снимают квартиры в Приднестровье, потому что тут дешевле коммуналка. Мы за все коммуналку платим 300-400 рублей. Это 2 тысячи России. Это реально мало. Я поняла. Удачи вам. Спасибо тебе большое. Ага, давай, выключай. Ну, вот мнение человека из Приднестровья. Там действительно все за Россию, за Россию, за Россию. Пока они там живут. Никим не признанные. Никим не признанные. Играет. Никим не признанные. Продолжение следует...